Сходи с ним, но... В чем? Сходи 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 На такой периодис пособили кто-то, кроме пожарных только дро Ну и богов, конечно Богов дро Просто там в дом Короче, сидим в дом Не, я ничего Дро, как я дро, ничего не знаю Ну, моя магия, она достаточно простая Я умею делать вот так Для пополку Появляется собака, которая бегает сна противника Про охоп���ля 후 Стовид Action Слабый А только что утверждала, что великий маг Конечно великий маг Это уже真相 решение При этом 你 степ spool Но не забыраться по падающимété Снимали дарю Про драканов, я думаю, это уже не достаточно быстрее часа. Где она находится? Далеко ли? И с какими темпами идёт дальше? Я слабый. Она только что утверждала, что влютима. Конечно, влютима. Продраканов, думаю, это уже придумали. И при этом... А то, что падали камни. Но не забираешься по падающим снимам медалю? Ну, это надо куда-то идти, смотреть. Не очень. Пока сходим. Вот может быть, если бы вы туда сходили и принесли мне, если там что-то найдёте, тогда да. Я глупкой, беззащитной девушкой. Что вы мне рассказываете, господи? Я вижу вашу магию за три квартала до вашего прихода. А ещё вот ваш друг. Прихода. Вот, вот ваш друг. Идиот. Чего идиот? Я ему трижды, трижды попросил, говорит он в этот момент. Опять возникает в голове месседж. Ну, пожалуйста. Не палите явку, суки. А чем же вы его попросили? Об одном маленьком, но очень важном оттолжении. Но ваш друг настолько обладает навыком понимать людей, просьбы. А что я слышу только выборочно, да? Мой друг, нет. Или достаточно близко все руки. Ну, ты можешь прислушаться и слышать вполне нормально. То есть просто прислушаться. То есть мне даже бросать ничего. Просто прислушаться. Он просто очень любит делать пакости, редкостные сволчи, а ещё терпеть не может чернокожих. Понимаете комплекс? Как же это тяжело быть с чернокожим и терпеть не мочь чернокожих. Да, он не любит всех чернокожих кроме себя. Особенно он не любит дроу. Его вечно ассоциируют с дроу, поэтому не любят в одной деревне. Вы закидали камнями, потому что перепутали с дроу. А знаешь что? Пойдём-ка. Давай расправиться. Ты мне кинуть, бля? Мне кинуть? Спасибо. Я уже не буду. Я активную делу, ведь это правда. Блин, хреново. Ну ладно, 15. Ты знаешь, твоя история похожа на правду, но что-то я не считаю, что твоего друга побивали камнями. Как-то он слишком... Ну, неплохой колдун, он неплохо уворачивался. То же самое. А потом я, как прекрасный цивитель, вместе с нашим Квериком активно лечила его раны. Не, не хватит. Ну хватит уже. Он говорит, больше. Ну что, я не буду вас задерживать. Мне надо отойти по делам. Приятно вам покушать. А я пошёл. Куда? А мне надо ещё в нескольких местах побывать. Да хоть куда теперь уже, да? А там всегда такая... А сегодня все такие дроузы за столом, такие в масках, такие... Сегодня на повестке дня запалена явка в таверне разбитый якорь. Запалена безоговорочно и навсегда. Да. Подождите, ты ведь как-то ждал. Люди придут, расстроятся, обидятся. Ничего, ничего, говорит. У меня здесь есть свои источники информации. А, ну да, не вам усилию встречу. Слушай, я могу фокусом, хотя бы какое-то подобие иллюзии сделать. Какое-то подобие небольшой иллюзии можно сделать. Под его немножко погасить. Это сложно. Это надо другая иллюзия. Это надо Савин. А вот у меня бы, наверное, получилось. Ты можешь, смотри, ты после Digitation'а можешь на короткое время сделать себя похожей, допустим, на дроу. Просто пшик вот так вот на секунду. Такое же как раз таки выглядит не как дро, а в этом виде. Ну какая разница? Ей всё равно, я так понял, она решила уничтожить вообще всю шпионскую сеть кровь в этом городе. Да, причём я делала это так, чтобы другие стойки даже могли заметить. И достаточно громко, я встречу всех, кого ты ждал, не волнуйся. Иди по делам, котик. По-моему, твой хладный труп найдут в переулке в следующей пару дней. Вы же меня не простите. И там ещё будет лица на какой-нибудь знак, который... Зорван. А здесь есть сцена? Сцены нету, но... А что ты хочешь? Сцена? Ха-ха-ха. А что ты хочешь? Ты хочешь, что ты хочешь демонстративную упорку что-нибудь? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. А он как бы... Ухмыльнулся и продолжает уходить. Приятно вам провести вечер, было приятно вас всех увидеть. Да я ухожу! Приятно с нами познакомиться. Сцена и почти ушёл. Крошкой солнца. Я не знаю, с кем вы будете потом договариваться о том, как кинуть Саула, но этот, видимо, повесился где-нибудь в подворотне. А мы собираемся в Саулу? Мы его больше не увидим. Мы его больше не увидим. Что? Вечер там уже подходит? А насколько поздний вам нужен вечер? Тот вечер, на который вы договаривались. С кем? Слил. Да, подходит. Слил. А вы здесь свидание? Того. Так нам можно уйти? Нет, у вас не здесь свидание. Я уйду я. Нет, вы сидите, сидите, а я пошел. Фрукты, мясо, вино. Мороженое. Нет. Удачи себе и выдержки. Иствут, но без щетины. Такая шляпа, кожаный такой плащ. Там коль торчит. Смужай себя, унижайся. Ква-ква-ква. Даже шляпу не сняла. Фу-у-у-у-у-у-у-у-у. Это мужчинам надо в помещении снимать шляпу? Нет, не в помещении. Когда пьют виски, обычно закидывают голову. Я эль пью. Чтобы шляпа не падала, ее обычно снимали и клали на стол. А, я не пью виски. Вино. Дорогое. Я эль пью. Зачем тебе ешь вино? Вороженое. Мясо. Давай подольем эль вино. Да. Вот ей в вино эль подлить. Подлить? Подлить. Ну что, ты меня так не любишь? Нет, подожди, мне ты предлагаешь вино после эля. Зачем? Ладно, мороженое мясо. Что ты хотел узнать от Лилку? Не хочу! Я рассказываю, как было. Спилась? Только спрашиваю, что это, мол, секрет. И мне нужно, чтобы ты пообещала, что ты мне расскажешь об этом Сауле. Ну ведь, ну что-то подобное я подозревала, говорит она. Не во все свои дела меня посвящает Саул. Ты ей веришь? Я ей верю? Да ты ей веришь. Вот. Морожен, можно снова верить марта в 8-го уровня. И от него невозможно не подозревать. Ну, то есть, такая информация, что ты об этом думаешь. И от 8-го уровня может вполне не поверить марта в 8-го уровня. Я бы на вашем листе соглашалась? Я так понимаю, что со стороны собирается покинуть этот город? Из того, что я. Так как ты что планируешь? Санспортив это у них классно и весь дом у них зашпалил. Пока это в трактире работать. Ну, не обязательно в трактире. У меня много возможностей и опытов. Я вот недавно нашла в себе очень подходящего покровителя, который приобрел мне замечательнейшую лютню. Я теперь могу очень неплохо зарабатывать, говорит она. Катя, покровитель. Ну что ты, что ты, говорит она. Это исключительно деловые отношения. Я иногда упоминаю его во время своих выступлений. А он обеспечивает меня деньгами, выпешкой, местом для жизни. Покупает русскальные инструменты и украшения, говорит она. И демонстрирует красивое-красивое золотое кольцо с красивым красным камушком. Разбитое сердце пацана. Я так и знал. Ну, из всех, когда там вот эти сенс-мотивы? Ну, из сенс-мотив прокачан. И каждый раз качаешь? Конечно. Естественно. Ух ты, да. Ну, короче, тут сцена, всё такое, там, ревность. А, то есть ты. Да. Никто, никто этого не видит, но где-то там, далеко. Да. Происходит сценарий. Как ты посмела брать деньги у кого-то кроме меня? Я же тебе их даже не предлагал, да? Не, вот она, правда, скорее дело в том, что она продалась. Нет, короче. Ай-яй-яй. Ну, говорит, как ты мог подумать такое? Ты меня сравнил с проституткой, где я по щечке допущусь. Такая. Прямо по... Да, да, да. Прямо вот так вот. Не так уж и больно. Серёжка девчонка. Мы не нравим очень. Просто мне... Подожди. Я бы... Не хочу тебя больше видеть. Ты меня обидел очень сильно. Шел вон. Как? Не собирался затерпляться. Это просто хитрый. Как? Ты помнишь в твоих штанах? Как? Но я бы не знал. А, что ты не знал. Не знал. Нужно зарабатывать. Вечером вы видели нашего друга, плачущим, рыдающим. Что случилось? Мы разбили почку и вырвали сердце. Ростоптали его. Теперь надо написать рэп за жизнь, по правде жизни. Водка, мне просто... Что такое было? Ну, пускай, не знаю, вот он пришел. Не пришел? Нет, я пришел, но не рассказывал. Конечно же. Ну, ты такой, знаешь, явно на нервах пришел. Случилось что? Тебе заплаканные глаза и мокрая маска, мокрая маска. Традиционно, you ok? Я превращаюсь в другое, красные глаза. Что такое? Короче, я бы ушел куда-нибудь в свой номер. Хлопнул дверью так. Хлопнул? Да, так, чтобы... Пошел так, сразу закрыл, так резко. Недостаточно! Ну, вы же в таверне? Что? Лил в таверне? Нет, Лил на самом деле у себя. Где у себя? Ну, в Золотом Гоблине у него там свои небольшие. К ней заклюнуть можно? Можно. Я хочу к тебе. Она там плачет, грустит. Утешаюсь. Этот скотина меня проституткой называл. Представляешь? Он сказал, что я продаюсь, что я продажная цена. Ну, потому что придурок. Что с него взять? Какого поводу он сказал? Ну, эти мужчины, знаешь, они такие странные. Я вот нашла себе настоящий бард покровителя, который обеспечивает меня всякими там украшениями, продуктами, едой. Вот. Покупил мне музыкальный инструмент, подарил колечко. А этот негодяй сказал, что я продалась. Передай ему, чтобы я его не видела вообще. Он неправильно думает о женщине. Подонок. Какой посмел? Подонок. Какого вообще до этого разговора ты дошел? Не знаю. Он пришел какими-то странными вопросами. А что это за колечко? А что это за лютня? А что это вообще такое? А что это за... Аааа! И все. Смолочь. Впал в рейча и убежал. Как он посмел, блин. Вот-вот точно. Вот-вот. Я ему дала пощечину, он сразу убегает. Что за мужчины пошли? Не говори. Вообще никаких мужчин. Одни хлюпики и... Положеные. И дроу. Да. Дроу, хлюпики и половины четвертым интеллектом. В общем, Лил там накидывается абсентом. Если хочешь, можешь составить ей компанию. Да. Да. Это уже вечер там, да? Да. Я уже, наверное, накраптилась. Кто за покровитель? Ну, ведь барон Герк. Это очень такой, достаточно обеспеченный человек. Он уже давно присматривался ко мне. Вот. Мы... Он несколько раз предлагал свои услуги. Ну, знаете, у бардов принято, чтобы кто-то из, скажем так, из влиятельных людей... Как он вообще сме... Как он меня сравнил с портовой девкой? Он сравнил тебя с портовой девкой? Ну, а как это значит? Он же сказал, что я продалась. Не так. Да. Может, он не так понял? Ну, он тоже такой... Он не то сказал. Ну, безусловно. Я не правду. Просто он тоже такой расстроенный. Знаешь, он пришел расстроенный, заплаканный, злойный. Так ему и надо? Подонку этому? Да. Пускай это, не знаю... Повесится. Да. Мне будет легче. А это попрощение попросит? Не знаю. Тебя там нет. Так я же сказала, что я уже накрафтилась и ищу кому присоединиться напухаться. Ну... Шансов напухаться, зато в Гоблине очень много. А если попрощение попросят? Все-таки разговаривались. Не знаю. Это все логично. Он оскорбил очень сильно меня. При этом, помимо меня, оскорбил моего покровителя. Предположив... Столь странное взаимоотношение. Это вообще... Еще убежал. Мне вообще не парень. Мне вообще не мужчина. Нет, чтоб ответ мне по морде дать. Да, я шучу. Нет, чтоб попасть на колени, начать просить прощения за следование на зубах. Да, вот тоже хорошо. Или по морде дать. Себе. Сразу мол. Он взял и убежал. Трус. Про эту оборону я что-нибудь знаю? А я тут... Что? Про эту оборону я что-нибудь знаю. Вы о нем слышали? То есть это один из меценатов этого города. Он отдает деньги на ложу этих шиферов магов. Он в некоторой степени... Максим написался. Что написал? Ухсури немного подставил вас, но у меня сегодня крайне удачный день выдался. Крайне достойный персонаж. Напиши твой... Макс дует... Этот самый... Барренд дует пеш, все в порядке. Клюрик. Он барренд есть. А, ну я барренд услышала. Барренд. Дует пеш, у него все хорошо. Это тоже хорошо... Ты там что там пишешь? Уноу... Устал. Завещание. А я так готовился в сегодняшнюю встречу. Говорит смотри что я купил, достает какой-то одно... Типо так... В ночнушке... fen cancel, а мак. Мак. Это бренд рост. А уже прицелый, вот эта задача вот. А он, а я! А-а-а... И опять рызать начинает. Пока. Ну пока... Уже ближе к более веселой кондиции, спросите у нее, что она в курсе, что здесь в городе Сдроу? Ну это уже поздно вечером. Да, это уже поздно вечером. Все мужики такие? Особенно Дроу. Ты в курсе что здесь в городе Сдроу? Он мне рассказал что-то такое, спросил мое мнение. Да, я думаю, что это может быть похоже на правду. Что именно? Ну вот эти разговоры про то, что Саул якобы Сдроевич, к сожалению, меня он не посвящает в свои дела. Можешь кинуть тоже сенс-мотив. Я об этом слышу впервые, но это очень похоже на настоящее. Плюс, опять же, если он говорит, что они платят какие-то деньги, он, кстати, этого не говорит. Если они платят какие-то деньги, то, возможно, это даже будет выгодно. А вы что думаете по поводу этого золотого гоблина? Боже мой золотой гоблин, он разбил мне сердце! Можно купить. Какое сердце? Говорит, если у вас будет не хватать денег, можете обратиться к ним. Я могу вам немножко беспроцентно одолжить, если вдруг. Ну мало ли. Немножко это сколько? Ну, у меня свободных есть около трех тысяч. Но вам придется их потом вернуть. Я понимаю, конечно. Само собой. Кто нас знает? Вы же искатели. А после того, что он сегодня выкинул, так это вообще ничего не удивлюсь. А вдруг он ночью сегодня ко мне в окно залезет и ограбит меня или убьет? Иди. Давай я останусь с тобой, чтобы тебе было спокойнее и безопаснее. А, отлично, говорит она, и отправляет официанта еще за одной бутылкой официентов. Васхитительно. Ты, кстати, видишь, что официант, то есть ты очень долго ищешь с кем бы нажраться, видишь, что официант несет несколько бутылок официентов в сторону куда-то вот туда. Спрошу у него. Он расколется без проблем, что там, говорит, ваша подруга Ликаси и Лил. О, их-то я их ищу. Спасибо вам огромное. Он смотрит на бутылку, говорит, может мне надо еще, наверное, если у вас там трое будет нажираться. Давайте, да, доберите, доберите еще, дала ему монетку. Попозже, еще после бутылочки. Он же в 100 футах примерно, да? Кто? Он. Не знаю. Ты в таверне? Ну, в Золотом Гоблине. Так. Ну, у него заявка была, что он как бы ушел куда-то там. Ты не знаю где, он не знаю где. Это официант, а мы бухаем. Он просто отдельно от вас живет, то есть он не живет в Золотом Гоблине. Так, вот это пока побудет Лил. Достаточно далеко, в низких кварталах. Он гуляет. Может быть отрывочно там одно слово. Света где? Подонок, быстро, сюда, извиняться. На коленях. Да, Дона, колени. Так, ладно. Мне нужна бумажка, ручка написать записку, что они ему отправить. Подонок, быстро сюда извиняться. Как ты бы смел скорбить такую хорошую девушку? Быстро, цветы, конфеты, абсцент и на коленях, сюда. Да. Зачем это абсцент 2 абсцента, зачем это 3 абсцента. Связи конфеты и на коленях, извиняться. Конфеты зачем, там много конфет. Она для него ночнушку купила? Да, для тебя тут ночнушку купила. Эй, не пали сюрприз. Для тебя тут сюрприз. Это не ночнушку купила. Девушка старалась, сердце нацпил. Сволочь, сюда, быстро извиняться. Не извинишься, убью, укастрируй. Это не записка, это уже целый такой рот. Все таки, все таки, все таки в пианах, с рисунками. Да я понял, что там дочеркнут и перечеркнут. Нам наверно кинуть форситуду. Эй, не пойму я никуда. Мне грозит опасность. Ух, и Шаня тебе это принесет. Да, но у нее это займет какое-то время. Она не очень... Шаня такая сидит, смотрит врачи, глядя, хоть бы мне валерьянки наняли. Ух ты шула очень. Жидобас. Ну вообще, ну что за люди. Сами бы охуя, ну... В общем, ты приходишь и видишь там картину, что две молодые девочки находятся в состоянии глубокой депрессии, периодически перемежаемой всякими припадками радостного настроения, когда они обсуждаются все мужики-козлы. Я считаюсь, в общем, обесели, рассказываю истории жизни, долгой гномии жизни, 50 лет брака или сколько там. Ты куда придешь? Да, через какое-то время у тебя в окно кто-то скребет. Через какое-то время у тебя в окно кто-то скребет? Ну, до того, как ты собирался. Точно до того. Где-то часов в одиннадцать. То есть ты сидишь уже там, ты уже, наверное, осознал что-то, начал... Ну, в голове какие-то такие... Ну, да. Покаянные вещи. Постучал по стенке, сломал пару стульев. Вот. И в этот момент окошко кто-то скребет. И мелкой. Ну, открой, ладно. Я думал, тебя разбит, но... Ходит Шани. Ну, ты ее видел, то есть ты ее как фамилиан. Кошка. Ахе господи кошки. Садится в наглую. И так оглядывает комнату взглядом. И взгляд останавливается на миске, которая стоит на столе. И так... Вопросительно на тебя, на миску. Хе-хе. Лапкой по животику так. Хе-хе. Облизывается. Какой интеллект? Что? Какой интеллект? Ну, требовать еду достаточно. В смысле, вот такими жестами? Хе-хе. Лапкой по животику. Наверное, уже на тридцем ее уровне. Поумнеет весеннее того будет. Да, поумнеет полотенок точно. Ну, будет. А если на нее одеть холисимвол? Кого? Это нужно мудрость? А, тогда нет. Тогда не умнее. Ну, мудрость станет. Подношу. Кого? А что у тебя в миске было? Ну да. А что у тебя в миске было? Миска. Ну там, не знаю. Остатки еды какой-то. То есть она намекает, что ее надо кормить, чтобы она поделилась с тобой информацией. Ну, если валерьянки на еж нет, кажется, все верное. Если есть, нету. Еды, ну ладно. Что там по еде? У тебя наверняка есть паёк, а в нем есть кусочек вяленого мяса. Она очень брезгливо пофыркала его, потом благодарно его съела и легла на спинку, продемонстрируя тебе привязанную к животику записку. Содержание ты примерно слышал. Угу. Флово подону там повторяется почти так, нет. Через слово. Немножко реже, немножко реже, чем абсцент. Немножко реже, чем извиняться быстро на коленях. А ты подписала его, нет? Нет, так можно догадаться. По почте. По содержанию. По содержанию. По содержанию скорее. Чьи еще записки будут таскать у меня кошка? Ну, мало ли вдруг она сама написана. Вы лису к себе не звали? Ну... Смотри, у вас там девичник образовался. То есть Лене просто не знала, куда она пойдет. Лене сказала лисе, что вот я это... Пойду проверить, что весь день делась, то смотри, что я теряю мею. Что-то там нажала на свою штуковину и исчезла. Я говорила, что я иду к... А, не, ну я слышала. Ну короче, кошечка подпустила за ушком и подпустила куда-то неудобно. Ну она спать легла. Прямо там на месте пожаловала и легла спать. Да, с хозяйкой она сегодня не выспится. А тут тепло, уютно. У тебя же тепло? Вполне. Ну вот, снять и спать. Камин. Ну я буду сидеть и тумкать над этим. Стало и третье, не стало и третье. Долго? Ну часа два. В общем, мальчик сходил за абсцентом еще раз, потом еще раз. Что ты натуркал? Через два часа? Да. Через два часа я натуркал. Хорошо, буду сидеть. Нет, просто по-моему это... Что-то типа? Нет, просто после одной на двоих абсцента ты свалишься как... Ну я поль только. И не выпьем. Да ее не допьешь и свалишь и под стол. Скорее всего. У нас трое. Они поддерживают друг друга и закусывают. Да. Я могу с кастовать на нас... А абсцента градусов 75. Да. Но они герои. Я могу с кастовать на нас... Они герои третьего уровня. Они просто никогда не пили абсента. Они просто никогда не пили абсента. Поэтому так героически заказывают бутылки. Не, 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 хило снимаются. Я могу с кастовать на нас эти. Бонус экспоса. У меня есть. Ваши на спасы. Настало... Все-таки пьяный застон. Настало время бросить фортитуду. Подружки, у меня есть для вас подарок. Плюс один. Книга по истории. Сойдет. Значит, где-то ближе к 12 часам. Но... Тут что-то происходит. Ту-ту-ту-ту-ту. Дроу он пьяный. Настало полу. Мне в окно не полезут. Хехех. Хорошо. Наше дело. Потому что это тебя еще и убьет. Перепутает тебя с дроу, ты ж от черного. Она заклинание не скастает. Какое? Она скастает рандомное, как и наш клирик, да? Курящий. Кто? У нас есть клирик. Да, у нас есть клирик. Не, подожди, а почему есть клирик? Подсолну под дверь записку, в которой... Прости. Он куренный. Я хочу с тобой поговорить. В самом деле ты подходишь из двери и слышишь, и слышишь. Ну как он мог сказать, что я продажная девка? Как он, да? Он разбил мне сердце. Лини подсказывает, что он разбил тебе сердце. Он говорит, да! Эти осколки настолько неаккуратные, что я не смогу уже никогда их сложить вместе. А что так было хорошо? Бьюар придется сжечь. Я все равно подсовываю и стучу в дверь. Киньте, пожалуйста, Perception. А нет, вы не заметили. Я не заметила. Я заметила. Сейчас сниму свою Perception. По-моему, нехило за 20. Походу, Лил уже набралась на столько. В 28. Ты заметила, что кто-то постучал в дверь тихонечко? И просунули под какую-то бумажку какую-то. Но ни Лил, ни Косина не обратили внимания. Я пойду посмотрю. Я надеюсь, что вдруг он придет извиняться. Вдруг это он. Пойду смотреть что-то бумажка. Сходишь? Бумажка. Смотрю. Письмо. Ну, блин, я так же так говорил. Короче, там что-то типа прости, пожалуйста. Но очень нужно поговорить с собой. Ну, прочитав пару строк, поняла, что это для Лил. Заинтересовала, дочитала до конца. Ну, сейчас я проверю. Волю там, я не знаю, что-нибудь проверю. Нет. Я пока во двери постою. Пожалуй. В общем, да, поняла, что Лил, Лил, смотри, это тебе. Вот это точно, это от него. Смотри, читай. Дай почитать, дай почитать. Интересно же. Да тут, ну, все в трону. Мне не интересно, что там. Это она и бросает. О, я знаю, я знаю, я знаю. Гномка в слой зачитывает. В хобби надо было бросать. Да. Лил, ну послушай, как он пишет. Это типа в стихах. Вот. В общем, в стихах зачитывает поэму с выражением, перемежая. Лил, ну ты послушай, слушай, он тебя любит, точно. Поверь моему опыту. Если бы он, иначе бы он тебя не ревновал. Конечно, если бы он меня любил, если бы он меня не любил, он бы не назвал меня продажной девкой. Так ему б дела до тебя не было. А так это от ревности. Нет, понятно, что он козел и он не прав, но он же извиняется. Ну не выкидывай же пеньюарчик. Лил, Лил, может ты с ним все-таки поговоришь, а? Не хочу его видеть. Поговори, дай ему люди по... И прям по... Ну что ты поняла? Не хочу его видеть! Что-то смотри. Глаза бы мои его не видели. Ой, да ладно, все после ссоры так говорят. По себе знаю. Ой, сколько раз я со своему мужу так орала. А на самом-то деле... Ты ж по нему скушаешь. О, девчонки, нам абсент принесли. Говорит Лил. Да, абсент. А вообще не мужик. А? Вообще не мужик. Нерешительный. Без воли. Без характера. А Линя решила пойти выглянуть. Классно вы его сватрите. Не, ну да. Лил, вы проявили честность. Будь мужиком. Пошли его. Пижамная вечеринка. Ну-с. И что? Линя пойдет выглянуть. Вдруг он тут. В конце концов надо... Приглядываешь, сам стоит, да. Иди поговори с ней. Не обращай внимания, что она там болтает. Она просто злится. Ликаси, Ликаси. Пошли, пусть они поговорят. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Пошли.